В Омском велотреке сегодня крутят педали участники первенства России по велоспорту на треке. 16 регионов России соперничают за право считать себя сильнейшими. Это финишный заезд у девушек, гонка с выбыванием. И здесь нужно быть тактиком, включать голову, как любят говорить спортсмены. Здесь главное не быть последней, но и стараться не вести пачку основную. И контролировать ситуацию, все, что происходит вокруг тебя, всегда быть на чеку. Насколько нужно быть собранной в этот момент? Ну, надо контролировать, не надо отвлекаться, надо только сконцентрироваться хорошо и все получится. Скорость велосипедистам удается развить серьезную – от 40 до 60 километров в час, в зависимости от характера гонки. И здесь на результат работает несколько факторов. Профессионализм спортсмена, холодный расчет тренера и, конечно, условия, в которых гоняются ребята. В Омске это ультрасовременный велотрек, соответствующий олимпийским стандартам. В России таких три. И о том, что амичи используют наличие такого уникального сооружения, по полной говорят результаты. К примеру, у юношей в гонке на тысячу метров три первых места разыграли между собой хозяева турнира. Александр Проценко, Никита Колганов и Артем Быков. В гонке с выбыванием у девушек первой к финишу пришла также амичка Мария Иванцова. А уже за ней Алена Удалова из команды Свердловской области и Ирина Гранкина из Новосибирска. Все очень здорово. Мы играли сильнейшие. Мы внесли еще один вклад в эпоху развития велоспорта российского. То есть закончилось переноситие России по велосипедному спорту ТРФ. И мы сегодня уже говорим о перспективах развития 2016 года. С нетерпением мы уже будем ждать олимпийских игр. С нетерпением мы уже готовимся к олимпийскому циклу 17-20. Следующий старт на Омском велотреке пройдет в ноябре. Каждую субботу 7, 14, 21 и 28 числа здесь будут гоняться участники осеннего кубка Омской области по велоспорту. Субтитры создавал DimaTorzok